Более сотни человек вышли на уборку парка «Молодежный» в промышленном районе Самары. Вооружившись инвентарем, собирают листву, мусор, красят бордюры, белят деревья. Все вовлечены максимально в этот процесс. И население в первую очередь, и школьники, и студенты, и служащие, и управляющие компании. Почему мы с вами встречаемся в парке «Молодежный» и случайно выбрано это место? Во-первых, у нас парк участвует в проекте формирования комфортной городской среды. И мы здесь параллельно организовываем голосование за данный парк, призываем всех людей активно принимать участие в этом процессе. Парк расположен в границах улиц Ставропольской, Воронежской, Нововокзальной и Тихого переулка. Его общая площадь более 19 гектаров. Поэтому благоустраивают территорию в два этапа. Первый в этом году, а второй в следующем, если за благоустройство снова проголосуют сами жители. Наталья Маркелова стала волонтером, чтобы помогать и рассказывать местным жителям, как проходит отбор проектов и как можно голосовать. Наталья сама живет недалеко от парка, любит здесь гулять и уверена, что территория должна стать одной из лучших в городе. Существует проект, очень красивый проект, красочный, где предусмотрено буквально все, можно сказать. То есть там и дорожки, и велосипедные дорожки, и вплоть до туалетов. Мы надеемся на то, что у нас с озером все-таки что-то решится, чтобы это была красивая зона, которая бы устраивала всех – и детей, и людей серебряного возраста. Во время субботника жители смогли познакомиться с проектом и буквально за пару минут отдать свой голос за любимый парк. Нам волонтеры помогают пожилым людям. Они не всегда смогут зайти в телефон, что-то там набрать. А это замечательно, что у нас вот такие люди и там встречают, и здесь встречают. Вот все идут с удовольствием голосовать. Вот сейчас мы очень рады, что у нас будет этот парк. Вот честно сказать, чуть ли до небесов не подпрыгиваем от радости. Ведь и детям будет где гулять. Это же красотища будет. Просто вот. Тут вот мы, когда сидели в проекте, мы уже давно уже дали добро на это. И очень рады. Подписывали все в администрации. Проект очень нам понравился. Напомним, что ознакомиться с проектом можно на сайте 63.городсреда.ру. Там же проходит голосование. Оно продлится до 30 мая. Отдать свой голос смогут люди старше 14 лет. Зайти на сайт можно с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Или с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах, торговых и многофункциональных центрах. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.